И напоследок, когда приходится читать, просто смеешься идиотизмом тех, кто это пишет. Типа, вот это секта. Во-первых, попринясь секты. Допустим, я атеист по своим убеждениям, был и остаюсь. Никогда в Бога не верил тогда. Секта может быть внутри какой-то религии. А знание, понимание природы не является религией. Потому что это знания реальные, которые проявляются в реальных действиях и так далее, и так далее. Но вот забавно, что как удобно, как мне один прислал человек, вот там у него друг больной, и вот помощь. Знаете, там они пошли, кто-то обзывает вас сектантом, вы секту создали. И вот он верующий, и он не будет приедать к вам на вашу предложенную помощь, потому что он верующий. А вы секту создали. Понимаете, вот она читаешь и думаешь, до чего люди оболванены. До чего людей превратили просто, извините, в баранов, которым говорят неизвестно что. И они готовы верить в любом себе. И главное, что если бы, ну странно говорит, только в сектах предлагают помощь. То есть, если я откликнулся на помощь, предложил, так? Значит, только в сектах. А что же тогда религии делать, если они, по сути, должны помогать ближнему, правильно? В храмах пробиваются ауны. Я сделал ауны, как разрыв ауны. Конечно. Если этого, откачка идет полная. Это же нужно откачать, нужно потенциал, чтобы превращать в рабов дальше. Вот они собирают там, и людей превращают в зомби. И что самое интересное, люди готовы, пускай погибают их собственные дети, и так далее, и тому подобное. Ну, значит, Господь Бог мне такое испытание послал. Были такие у меня случаи, когда люди говорили, что, а, нет, это не годится. Пускай наш сын загнется, но мы не пойдем, потому что Господь Бог это послал. Это мое бремя такое нести, такое испытание. Ну, маразм. Глава Викторович, что с кризисом? Что нас ожидает зимой? Что зимой живает? Ну, вот если мы будем сидеть, ни что-то не делать, то тогда будет крышка без покрышки. Поэтому я и говорю, что нам нужно действовать. А если мы не в состоянии боятся люди подписать, чтобы даже, допустим, против налога на индивидуальность, который угробит, превратит в рабов их, кто не лишается своего собственного жилища. по этому налогу, в течение нескольких лет, все, кто сидят на зарплате, потеряют свое жилье. И люди боятся. А как же я поставлю путь? А вдруг мне за это по башке дадут? Боятся, а не боятся оказаться на улице. Вот когда накажутся на улице, когда вышлют с детьми на улицу, вот тогда будет поздно бояться. Так вот, как раз, а страх должен здесь проработать в пользу, чтобы не оказаться на улице, чтобы действовать сегодня. Понимаете, а почему все считают, о, а вдруг я потеряю работу, а вдруг мне проблемы? Вы думаете, у меня проблем нет? Я 20 лет веду войну свою, и у меня, ох, как много проблем было. И что, мне это, вы думаете, мне приятно проблемы иметь? Я так радуюсь, я не мазохист, поверьте. Но, тем не менее, есть что-то важнее того, что есть, допустим, вот, нет, будет польза от этого, выгода или невыгода. Я думаю не о выгоде себе, а думаю о том, что справедливо и что правильно. Вот если вы знаете, что справедливо и правильно, вы не должны думать, а вам по головке из этой погладят и по башке дадут. Продолжение следует...